Друзья, всем большой привет! Сегодня будет немножко отстраненный видеоролик на тему, почему на моем канале, в принципе, видосы, информация в свободном доступе, причем это бесплатно, почему меня ненавидят конкуренты некоторые, почему меня ненавидят некоторые компании, потому что у меня, в принципе, есть все в свободном доступе и это, так скажем, моя тема началась с том, что я начал давать информацию именно подписчикам, именно в свободном доступе, то, что тот, кто планирует заниматься, тоже начал давать в свободном доступе. У большинства компаний, так скажем, года два назад эта информация только лишь продавалась, то есть идет обучение, заплатите нам 20 тысяч рублей, мы вас там научим чему угодно, то есть это называлось такое, ну так я по-своему назову, это называется такое чисто доилово бабок, типа дайте нам, вот, чтобы мы заработали, мы вас чем-нибудь научим, вот, в реальности это работает очень плохо, это, ну не совсем работает, даже так скажу, есть опыт, полугодовалый опыт, потому что, когда ты начинаешь людей доить, зарабатывать с них деньги, они ничему толком не учатся, очень много расстроенных людей, то есть, ну, идет полный негатив, такая, вьюшка из говна льется, вот, поэтому это работает очень плохо, работает лучше, когда ты с людьми делишься, у меня вот последние, допустим, две-три недели начали с людьми делиться информацией, то есть, ну, начали видосы более нормальные, то есть, в мирку мы продали и начали снимать адекватные видосы, с адекватной тематикой, люди стали адекватно относиться. Первое, почему я делюсь информацией в свободном доступе, не переживая за то, что создам себе большую конкуренцию, в первую очередь, потому что я двигаюсь каждый день вперед, чтобы было примерно понятно, сейчас, секундочку, сейчас вот отрабатывалась технология интересная, вот такая вот 3D-шечка, очень крутая технология, на самом деле, то есть, я отрабатываю новую технологию, 3 дня с ней не сплю, с этой технологией, то есть, у меня вот такая вот башка пухлая, сейчас расскажу, как вообще появился первый видос по 3D-гравировке, тема будет сейчас неприятная для одного человека, ну, это надо принять, это надо осознать, и хорошо, что так случилось, скажешь сразу, это был позитив для меня в дальнейшем. Однажды человечек сказал типа, Егор Викторович, вот у вас станок, как у нас, как у всех остальных, он умеет, в принципе, делать все, что угодно, только делает плохо 3D, у кого-то получается, у кого-то не получается, давайте разработаем технологию, ну, я сейчас прям дословно не скажу, потому что это было почти год назад, вот, подкинул у меня какие-то пару идей, вот, мне это было вообще неинтересно заниматься 3D-гравировкой на тот момент, но в итоге меня все-таки подтолкнул на это дело и пообещал заплатить денег, скажем так, 3000 рублей, ну, я молодой, зеленый, говорю, давай, блин, все там, и вот я помню после работы вечерами там с 8 до 12 до час ночи сидел, отпиливал эту технологию, я помню, что, у меня сейчас лицо тоже куша, потому что не спал 3 дня, нормально, потому что вот он запиливал, получается, так суть в чем, все эти неделю целую 7 дней я ее отпиливал, делился с ним информацией, вот, полностью, что делаю, как делаю, куда делаю, по истечении 7 дней, я на тот момент еще не знал, но ролик был, ну, как бы не ролик, сама информация была готова на 99% по 3D-гравировке, вот, и когда сказал, типа, ну, все готово, все отлично, типа, технология готова, говорю, тебе мои 3000 рублей, мне человек сказал, зачем тебе платить 3000 рублей, типа, я и так все знаю, типа, я, типа, и без тебя догадался, ну, типа, потому что я подсказывал, это все ерунда была, на самом деле, полнейшая, вот, и человек мне по итогу денежку так и не заплатил, вот, и у него самое, что интересно, вот, на 99% получается, а вот на 100% не получается, я тогда такой немножко расстроенный, немножко обиженный, немножко грустненький, говорю, говно все это редкостное, а потом думал, у меня же, блин, технология уже в руках, по сути-то, она уже, по сути-то, доработанная, там, чуть-чуть не хватает, думаю, я сейчас допилю, сам поиграю, сам побалуюсь, в общем, я ее допилил, допилил до 100%, чтобы она получалась, вот, начала ебаловаться, играться, и вот у меня этот человек горит, блин, Егор Викторович, а вот, что-то не работает она до конца, да, не работает, говорит, а как сделать, чтобы она работала, я говорю, как, ну, 3000 рублей, говорит, не, 500 рублей, типа, больше, как, не дам, вот, на тот момент я осознал, что, ну, люди иногда так поступают, некрасиво, это нормально все бывает, я не расстроился, потом уже не расстроился, объясню почему, когда у меня в руках, вот, вот такой вот пакет, полностью готовый под 3D гравировку, здесь, я решил вернуть свои 3000 рублей, потраченную неделю, времени, да, это скудная, конечно, сумма, 3000 за неделю, я выставил видеоролик на продажу, именно по 3D гравировке, то есть, отработанную технологию, которая действительно работает, вот, на вот этих вот станках, вот, которые сзади настоит, это обычный станок, без всяких, там, динамических, там, фокусов, сканаторов, все остальное, то есть, он, он работает, честно скажу, я продал, ну, больше 20 этих роликов по 3000 рублей, я, в принципе, окупил свою неделю, я, в принципе, остался доволен, вот, спасибо этому огромному человечеку, который меня, в принципе, подстрекнул на 3D, и который меня потом кинул, если бы он меня не кинул, я продал бы ему этот ролик за 3000 рублей, я бы на этом успокоился бы, в принципе, я бы больше, наверное, не продавал бы, то есть, ну, никуда, а так как, блин, у меня такая вот зло, с обидой, говорю, вы вообще негодяи, вот, я продал много-много раз его, но суть не в этом, опять же, спасибо этому человечку, огромное спасибо этому человечку, потому что, благодаря этому человечку, спустя год, я уже понимаю, там, валяется просто железки снизу, с 3D-игрывкой, я понимаю, что я уже все, что возможно, уже на 3D сделал, то есть, больше, чем есть, я уже не сделаю, и технология, по сути, уже отпилена максимально, вот, я решил двигаться дальше, и тут мне недавно показали одну штуку прикольную, сейчас там тоже покажу ее, мне она прям самому понравилась, камерочку неудобно держите, без селфи-палок работаю обычно, вот, вот такая вот штучка, она сейчас кажется, вот, в инверсии, короче, она блестит, вот так вот, красиво блестит, она очень обалденно блестит, короче, она сделана очень круто, сделана на дорогучем станке, я в предыдущих роликах рассказывал, стоит она до хренища бабок, и эта штучка, и сам станок стоит до хрена денег, на самом деле, вот, я когда все это вижу, у меня, блин, ну, мотивирует на то, чтобы двигаться дальше, я вот сел, немножко закипел, сутки мозги прям аж дымились, как сделать такое же, то есть, я думаю, ну, блин, по сути, это станки, а внутренности одни и те же, да, отличаются излучатели, там делалось на МОПе, у нас идет серия ЛПшки, да, отличается, согласен, но, почему бы и нет, почему бы не заморочиться и не сделать эту технологию, не отработать на таких станках, ограничений нет, гравирует, гравирует, полирует, полирует, 3D разбивает, разбивает, то есть, единственный вопрос, только лишь, вот здесь вот мозгиечку провернуть, понять принцип работы, то есть, это технология, так скажем, ну, развития будущего, да, и, в принципе, я покумекал, повторюсь еще раз, отдельное спасибо Израилю, насколько бы евреи не были бы хитрожопые, они все-таки очень добрые, очень щедрые, и делятся, и помогают, и все остальное, то есть, вот, у нас была жесткая переписка с Израилем, то есть, там до двух ночи мы сидели, переписывались, вот, сейчас Израиль там отработает еще одну вещь, и будет такой полный комплекс, когда будет готовый, так скажем, плагин, тематика будет полностью готова, когда будет технология полностью отработанная, будет комплексный ролик, скорее всего, по 3D гравировке, именно качественный, без багов, без глюков, без пропусков, там, без много-много-много всех косяков, вот, да, это долгая, это качественная, крутая гравировка, которая, в принципе, хорошо делается, прям до скобы идеально делается, вот, это совсем другой результат, тоже будет продаваться, потому что я иногда потратил много сил, скажу сразу, очень много сил и энергии, сейчас еще будут допиливать режимы, станок у меня отработал примерно 40 часов, не останавливаясь, ну вот, я сделал две гравировки 3D-шных, офигенные, вот, плюс отрабатывал некоторые технологии. Так вот, к чему я вообще этот видос весь поднял? Поднял к тому, что я делюсь информацией, в свободном доступе, я получаю свои плюшки, свои бонусы, вот, люди получают развитие, люди получают заработок, люди получают доход. Я не стремаюсь делиться, потому что я двигаюсь всегда вперед, я всегда на шаг где-то впереди, и у меня всегда какие-то технологии уже сзади стоят отработанные, либо я уже сейчас два момента заказал, очень важных, очень новых, я думаю, что в ближайшее время на канале появятся, через месяц, через два новые станочки интересные, которые тоже буду показывать, демонстрировать. Парни, кто, кстати, интересуется CO2 маркерами? Блин, опять же, вот повторюсь, я их иногда заказываю, они иногда приходят, честно скажу, я не люблю ими заниматься, потому что я в CO2, вот, ну не силен я, вот, честно, вот знаю, что стоит излучатель, трубка DAVI, мощность такая, это как работает ESCAD, я в курсе, как работает сам станок, примерно в курсе, но какие-то, когда у вас возникают вопросы, там, поставить между трубкой CO2, вот этой трубкой DAVI, поставить какую-то коллиматорную линзу, там, делитель, умножитель, пилитель, блядь, я не понимаю, я туда не лезу, изучать не хочу, потому что башка реально, вот, вот, она не резиновая, и здесь мозги начнут пухнуть от этой темы, по поводу темы CO2 маркеров поставить можем, у нас здесь сейчас придет CO2 маркер прикольненький, вот, мы его протестим, обязательно видос на эту тему сниму, но прям профессиональной продажей я не занимаюсь, цены у них тоже заоблачные, чтобы вы примерно понимали, мы сейчас попали с этим CO2 маркером, то есть, человеку была цена озвучена, где-то 380, что-то там, то ли, 2000, то ли 85 тысяч, что-то там, или 200, что-то, что-то, какая-то была цифра там озвучена, сейчас я не скажу, что надо договор поднимать, смотри, потому что заказывали давно его уже, до сих пор не идет, например, не сопробка, так вот, суть в том, что этот маркер над боком встал, потому что цена оказалась выше, плюс растаможка, плюс одно, плюс другое, и ценник мы, блядь, еще мы и должны оказались, по сути это получается, единственное спасибо огромное, этот человек заказал у нас, этот, мопа, 30-ти ватку мопа М7, одно, другое перекрыло, то есть, мы, блядь, вышли в ноль с ними, это жопа, блядь, это, ну, это до меня такая жопа, потому что я суетился, движение делал, сейчас оно в каком-то состоянии придет, он будет сорит, опять же, подготавливает, то есть, тратит на это время, минимум двое суток, и, ну, в ноль, ну, ладно, хрен с ним, ну, бывает, да, я согласен, бывает, бывает, поэтому я не люблю этим заниматься, в том, чем я не разбираюсь, в том, чем я не шарю, вот, что еще по поводу открытости информации, да, некоторую информацию я не раскрываю, объясню почему, потому что, ну, рано еще, скажем так, рано, потому что не каждый к этому готов, как говорится, и есть некоторая информация, которая действительно стоит денег, а так у меня контент практически идет бесплатный, вот, на 98% бесплатный, потому что за два года я сделал только лишь два платных видеоролика, это гравировка по стеклу и гравировка 3D с разбитием изделия файлов в стандартном плагине от escad 2.14.10, вот, поэтому, в целом, я считаю, что, ну, блин, это заслуживает, во-первых, лайка, это заслуживает адекватных комментариев, вот, кто там ставит дизлайки, кому-то, ну, не нравится, короче, ребят, ну, не нравится, подписывайтесь на канал, пожалуйста, я никого не заставляю подписываться на канал, просто много конкурентов, которые там сидят с того же самого, как он называется, hulk.ru, я не знаю, там он работает, не работает, там уже полтора года не захожу туда, в эту помойку, вот, по-моему, с еще одной компанией заканчиваются у них название на биз, тоже на меня обижены, типа, вот сидит, типа, дилетант, всякую херню снимает, ребят, я дилетант объясняю открытым языком, объясняю понятным языком, то есть, я рассказываю, как работать и как зарабатывать, не травить себя, там, химией по дереву, я, до сих пор забыть это не могу, когда там рассказывают, типа, используем химию, от которой можно сдохнуть, либо получить рак, либо потерять зрение, вот, читать внимательно инструкцию, если вы потеряли зрение, у вас ощущение металлического привкуса во рту, вот, то срочно вызывайте скорую, скоро сдохнете, блядь, уникально, просто уникально, да, мне так нравится, когда вот эта реклама, чем покрыть дерево, чтобы его отгравировать в черный цвет, ребят, ничем не покрывайте дерево, просто не гравируйте дерево оптоволоконником, гравируйте дерево СО2-шкой, не травите себя, пожалуйста, я всегда говорю, используйте вытяжку, что говорят в той компании, говорят, ну, типа, вытяжку надо использовать, ну, вы же понимаете, типа, ни один, типа, гравировщик не использует вытяжку, блядь, я использую, у меня там две стоят здесь вытяжки, и в другом офисе мы поставили офигенную вытяжку, чтобы просто все это улетало туда, вот, куда-нибудь подальше, вот, при этом человек говорит, типа, ну, не каждый, типа, использует вытяжку, типа, о чем речь вы учите, чему вы учите людей, профессионалы, ладно, не буду никого псирать, это просто мои мысли вслух, моя, моя, как говорится, мысль вслуха вам, вот, сейчас я вот, допустим, тоже там ушли станки, куда-то там в Сибирь, в Якутию ушли, я всем открыто говорю, ребят, не насилуйте свои станочки, вот смотрите, вот, вот здесь стоит станочек, я его насилую, насилую, я знаю, как правильно его насиловать, чтобы он не сдох, вот здесь вот стоит станочек у меня сейчас, прислали мне один Райкус, не наша, не наша продажа, говорю сразу, мы его не продавали им, этим людям, это люди купили на Алиэкспрессе, источник в жопу, пришел сразу, моментально, что, почему, как, человек мне говорит, типа, ну вот так, как и так, тесты я проводил недавно, вот на том компе, тесты проводили с помощью порта специального, в том числе, читали программульки, спасибо отдельно за программульку, мы свечам, вот, тесты провели, у этого станка часов наработки, примерно где-то 240 часов, как его могли изнасиловать, как он мог сдохнуть, хрен его знает, ну, может быть, это тема Алиэкспресса отдельная, я не знаю, я вот, честно, я туда не лезу, плата целая, все целый, звучатель сдох, вот, просто сдох и все, почему сдох, как сдох, не знаю, и такие вот сейчас, людей по России, штуки 6 или 7 знаю, кто работает на станках, у кого они сдохли, а сдохли почему, потому что, все банально, использование станка на 100% мощности, чревато его выходом из строя, объясню почему, вот у вас большинство есть автомобили, ну, скажем так, у большинства, вы большинство ездите на общественном транспорте, скажите, пожалуйста, какой водитель общественного транспорта, либо вы лично, кто ездит на первой передаче, выжимая газ в пол до упора, и так вот весь день по городу, кто так ездит, так никто не ездит, зачем вы на станке выжимаете 100% мощности, побыстрее, ну, блин, ребят, побыстрее, и сдохнет соответственно, я всегда во всех видео руля, говорю, ребят, первое, не работать на станке, больше чем 90% мощности, дает сам станок, это первое важное правило, не работать, у вас сразу идет деградация, лазерного диода, второй момент, вы насилуете плату управления, Китай никогда не делает запасов, они делают всегда, впритык, скажем так, это первый момент, второй момент, никогда не используйте частотный диапазон, который выходит за рамки вашего станка, то есть, второе, не используем частоты, не соответствующие вашему станку, Raycus 30Q, 30-60, опять же, зависимости от модификации, но обычно там стандартно идет 30-60, четко должны понимать, третье правило, которое сейчас, вот третье правило, которое хочу сказать всем, ребят, вот все, кто досмотрел до этого момента, я надеюсь, чтобы все досмотрели до этого момента, третье правило, когда вы смотрите мои видосы, я использую станок, вот он, GPT-50LP, вот этот вот станочек, третье правило, не используйте никогда мои параметры, если у вас станок не GPT-50LP, почему, если у вас станок идет Max Photonics, у вас идет станок Raycus, там, Raycus 50Q, вы используете мои параметры, мои частоты, мои мощности, зачем, у вас совсем другой станок, чревато тем, что ваш станок выйдет из строя, то есть, ваш станок не соответствует моему станку, и вы используете эти параметры, ваш станок, еще раз повторюсь, выйдет из строя, вы его сломаете, не я его сломаю, сломаете его вы, мой станок работает хорошо, ваш станок от этих параметров сломается, третье правило, не используем никогда мои параметры, я вот повторяю вам 350 раз, Чтобы вы понимали четко Посмотрели, молодцы, сделали выводы В своих параметрах сделали что-нибудь подобное Не более Четвертое важное правило Которое я тоже всем говорю И всех очень душевно прошу Ребята, пожалуйста Вашему станку Это, скажем так, высокоточное оборудование Которое имеет Очень чувствительные моторы в сканаторах Которое, блин, ну очень чувствительное Ко всему, к перепадам К воздуху, к температуре К любым атмосферным явлениям Не знаю, пукнули вы там Вентилятор у вас работает, кондиционер работает Показываю, что очень важно О том, что я прошу всех душевно Стабилизатор, пожалуйста Я уже 350 раз всех прошу Ребята, используйте Хороший инверторный стабилизатор Ну просто вас Душевно умоляю Уже умоляю, умоляю Говорю во всех роликах Продаю станки всем И всем говорю Ребят, используем, пожалуйста Хороший стабилизатор Ну просто Станок за 300 тысяч Стабилизатор за 1500 Где логика Я пока не понимаю Это, опять же Не я в этом виноват Не я Говорю сразу Не я в этом виноват Это вы тут что-то химичите А потом у вас кто-то остается крайне виноват Повторюсь Все, что вы делаете Покупки Оплаты Мысли Запуск бизнеса Все, что вы делаете Любое движение Все, что у вас происходит в вашей жизни Во всем в этом виноваты вы Получили миллион рублей За свою работу В этом виноваты вы Получили заказ Огромный В этом виноваты вы Не получили заказ Тоже виноваты вы Ушла от вас жена Виноваты вы Пришла к вам молодая жена Тоже в этом виноваты вы Ребят, поэтому все, что у вас происходит в жизни – хорошее, плохое, поехали вы за границу, заработали до хрена денег, вот сейчас у нас есть клиент, который, возможно, поехал отдыхать, я так понимаю, что куда-то на две недели попросил придержать его станок, ну вот, поехал он отдыхать. Ну, блин, молодец, что, плюс, отдых – это круто. Поэтому все, что происходит, у вас виноваты вы. Я вам говорю, вот смотрите, четвертый совет, стабилизатор, поехали дальше. Пятый совет – это, ну, это ваша жизнь, я говорю сразу, я говорю, можете работать как угодно, это ваш станок, можете его гробить как угодно, делать с ним что угодно, потому что у нас есть условия, очень главное, я не даю никаких гарантийных обязательств, сейчас тоже, поэтому плавно объясню одну интересную вещь. Так вот, пятое, главное условие, смотрим туда вот, назад, вот туда вот смотрим, там стоит две вытяжки, одна маленькая резервная для одного станка, вторая получается большая, для, вот сейчас как-то я использую, для всяких там своих движух, две вытяжки, ребят. Почему я использую вытяжки, потому что это моя жизнь, это мой станок, я хочу прожить подольше, и хочу прожить посчастливее, вот так, или счастливее, вот, у меня русский язык у меня в жопе, вот, учился я в 90-е, учили нас хреновенько, учили мы, если мы в школе не очень хорошие, но хрен с ним, ладно, это, это прошлое, о прошлом не заглядываемся. Так вот, пятое важное правило, вытяжка, не травите ни себя, ни помещение, ни свой станок, не надо пихать вот туда вот, вот туда в решетку, я вам сейчас показал, я вам сейчас покажу, а человек, который мне отдал станок, без обид, я просто показываю для других. Давайте так, чисто учимся на чужих ошибках, поэтому без обид, все, что показывается на канале, это только лишь для обучения для других. Обосрался ты там, обоссался, ну, бывает, мы взрослые люди, все бывает, тем более, когда мы стареем, у нас там уже сфильтры наши не держат ни хрена. Я показываю, человек в качестве фильтра, вот сюда, вот, вот сюда, вот, вот здесь сеточка, вот видите, на моей стеноке, вот я показываю, сеточка. Он засунул туда вот такую сеточку. Вы знаете, я так считаю, что люди, которые так делают, я уже вытянул подальше, они считают, что на фабрике работают дебилы, вот, а мы все умные при этом, то есть мы настолько умные, что мы можем себе позволить засунуть в станок фильтр туда, плотный фильтр, который будет задерживать воздух, который не будет его пропускать. И это, я так скажу, ну, процентов, наверное, 90 причин, наша инициатива, наше, наше, говорится, воздействие на станочек, это, ну, одна из причин, почему они у нас ломаются. Так вот, у меня там никогда не стоит никаких решеточек, ничего там не стоит. У меня есть кулера вот тут сзади, они протягивают воздух через него. Говорю сразу, у меня вот здесь вот, вот здесь вот, за стороны уже там все внутри пылью очень сильно. И где-то раз в полгода, раз в год, даже у меня при том условии, что работает вытяжка, все равно там пыль насасывается туда, конкретно пыль насасывается, вот, штучку, комары летают. Вот. Падут, не может успокоиться, а у меня мясо, мясо, как мясо надо есть. Так вот, пыль за полгода насасывается прилично, при том условии, что у меня работает еще вытяжка. И здесь решение очень простое, берете компрессор, дуете, продуваете, при этом все вытяжка, пыль собираете обязательно, то есть станочек должен быть чистый, там на самом деле говна образуется очень много. Когда вы ставите туда сеточки, фильтра, синтепон, они тоже забиваются в первую очередь, и у вас не образовывается протока воздуха. Источник ваш начинает греться, лазерный диод выходит из строя, потому что в помещении температура там 30, а в источнике у вас уже там под 50. Блок питания начинает у вас греться, то есть, ну, по крайней мере в наших станках, и вот я тоже видел, стоят блоки питания Minval, именно с кулерами стоят. Блок питания начинает гореться, кулер начинает гореться, он начинает гореть, он начинает гореть, соответственно, значит, горит блок питания, горит ваш полный источник дальнейший. Чужая ошибка, ребят, учимся, так не делаем. Теперь, касаемо гарантийных обязательств, почему я не люблю их давать, и не хочу их давать. Объясню, это беспечность людей, это первая беспечность людей, когда он говорит, я вот купил станок, у меня есть гарантия, ну, давайте вот матами будем, как положено. Я его ебу, как хочу, и утром, и вечером, на 100% мощности, я его должен заебать за один год, потому что гарантия действует один год. Я его за год заебу, получу заебовно, его верну там по гарантии, мне там сделают новый станочек, я потом буду уже аккуратненько пользоваться. А первый год я его буду ебать, как вот, как вот, как вот, козу, блядь, поймал, блядь, блядь, все. Поэтому, когда людям дают гарантию, они без головы начинают заниматься не понять чем. У них начинается такая ситуация, типа, я могу с ног отмудухать, как хочу, и типа, мне насрать, у меня там гарантия есть. Ребят, когда у вас гарантий нет, вы, как свою жизнь будете проживать, либо бережно, либо будете бухать, курить и наркоманить. Либо будете пользоваться вот-вот бережно. Вот я пользуюсь, в принципе, бережно, но я на нем отрабатываю некоторые технологии, и в целом он работает, работал, и еще будет работать ахуляр времени. Станок, который у меня купил Беларус, вот с того, с другого офиса. Он забрал мне два станка, это целый дважный и мой личный маркер, в котором я работал. Скажу сразу, там немного наработки часов, при том, что он отработал тоже небольшое количество времени. Так вот, тот станок при правильной эксплуатации будет работать еще, не знаю сколько, очень много времени. Потому что просто использование станка в личных нуждах бережно, позволяет его использовать, ну, правильно, так скажем. Я думаю, я объяснил всю информацию, почему я делюсь бесплатно, почему платно. Объяснил пять главных причин поломок станка, почему надо их беречь. Там уже смотрите сами. Я вот эти пять правил соблюдаю, ну, все хорошо, все работает, все четко, все здорово. Вот. Те, кого я зацепил в этом видосе, это два человека. Парни, не парьтесь в этом плане. Это просто пример, тем более, что ваши тут имен я не упоминал. Даже если я упоминал, что имена, то таких имен у нас в России, вот, хоть до жопы едешь. 180 миллионов населения. Ну, я думаю, там не 180 миллионов у нас имен. Это просто пример для того, чтобы учились на ошибках. Я тоже допускаю ошибки в этой жизни. Я купил себе когда-то раньше УФ Лазер по совету китайцев, именно компании Ингу. Они сказали, это самый вот такой-то охеренный станок. Покупай, не пожалеешь. Купил. 90 часов наработки, он у меня сдох. После этого сказал, в жору, в жору. То есть, я буду брать только то, что я считаю нужным, чтобы не по чужим советам, потому что, когда берешь по чужим советам, получаешь чужой результат. Либо печальный результат. Поэтому в этих планах я понял одно. Экономить нельзя. Проще работать, как работал. Как считаешь нужным. Потому что все, что в твоей жизни случается, виноват сам. Тебе посоветовали, ты согласился. Ты согласился. Виноват сам. Вот сейчас у меня идет ситуация с компанией, с которой я работаю, с фабрикой, с крупной. Они мне начинают навязывать дешевый станок. Я для себя хочу купить, хороший хочу купить станок с определенной функцией. Потом покажу вам это маленький секретик будет. Они мне начинают навязывать дешевый станок. Они мне начинают какую-то дешевую функцию опять еще раз навязывать. Я говорю, дайте мне хороший, адекватный станок, чтобы я мог демонстрировать это людям. Зачем мне это дурить? Я говорю, говно, что я на говне что-то показывал, что-то демонстрировал и людям продавал говно. Зачем? Они говорят, типа это стоит дороже. Пускай будет дороже, хорошо, хрен с ним. Пускай будет дороже. Сувенирка рулит, сувенирка качает. Почему бы и нет, если бы я смог бы позволить сейчас это купить дороже. Ну вот странно как-то так. Ладно, ребята, видос затянулся. От вас не забываем ставить лайки. 5 советов. Они для всех, для тех, кто купил. Для тех, кто купит. Для тех, кто уже работает. Я надеюсь, вы их услышали, пожалуйста. Кто не услышал, перемотайте назад и посмотрите еще раз. Все. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Всем добра.